День Города 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 Специализированные подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48 странах мира. 4 октября в день 85-летия со дня образования гражданской обороны в Главном управлении МЧС России по Рязанской области прошло торжественное мероприятие. На нем собрались ветераны службы, а также действующий состав, который стоит на защите населения при чрезвычайных ситуациях. С приветственным словом выступил начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. Он отметил, что в этом году, к счастью, в Рязанской области крупномасштабных чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако за прошедшие два года гражданская оборона вышла на новый уровень. Теперь население получает защиту не только вследствие военных действий, но и при других критических обстоятельствах. У нас сейчас население очень посещает лес за грибами. Буквально в эту субботу потерялось две женщины и трое малых детей от 7 до 12 лет. И вот система, которая у нас налажена, сразу был создан штаб. Были задействованы не только МЧС, но и МВД, администрация Клепиковского района. И в ходе поисков удалось вывести людей, спасти уже пять человек, но это все-таки жизнь людей каждого. В этот день Сергей Филиппов передал собравшимся поздравления от министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова и президента нашей страны Владимира Путина. Кроме того, многим собравшимся, которые внесли свой вклад в развитие гражданской обороны, 4 октября были вручены памятные медали. Награды получили также журналист телекомпании «Город Анна Герцовская» и оператор Станислав Кудряшов за профилактическую работу. Отметили награды и Александра Юрьевича Приказнова, который в 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под его началом действовали 1700 человек и 800 единиц техники. И сегодня он отмечает, что идет не только развитие системы гражданской обороны, но и меняется уровень сознания людей. Я выступал перед школьниками, у нас 26 апреля, обычная дата памяти Чернобыльской АЭС, мы выступаем перед школьниками. И я не думал, что два года назад наши школьники будут заинтересованы темой ликвидации последствий. Все слышали, что случилось в Японии, и последние события, которые повлияли, я удивился, что 11 класс начинает этим вопросом заниматься и внимательно слушать. Я думал, меня никто не будет слушать. То есть понимание у людей о защите складывается уже в современных условиях. Может быть, военные конфликты, которые происходят в мире, заставляют школьников задуматься. А может быть, век технологий дает им больше информации, и школьники уже имеют представление о возможности возникновения различных происшествий. В любом случае, россияне могут жить спокойно, поскольку развитие такого направления, как гражданская оборона, идет в ногу со временем. Сейчас в Рязанской области достаточно современной техники, большой личный состав, и в случае возникновения опасности, людям остается лишь вовремя среагировать на сигнал о тревоге, прослушать информацию по телевизору или радио и получить план действий. А Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предпримет все меры для защиты населения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский областной научно-методический центр народного творчества представляет тематическую выставку работ фотохудожников из Рязани «Жатва». Экспозиция художественных фото – уже 17-е выставочное мероприятие цикла «Мастера Рязанщины к 80-летию образования Рязанской области». Порядка 60 фоторабот, представленных в выставочных залах Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, как нельзя лучше иллюстрируют жизнь крестьян конца 19-го – начала 20-го века. А точнее, конкретно ее период – осеннюю страду. В том, что период «Жатвы» был назван страдой, абсолютно справедливо убедилась семья фотохудожников. Осенью 2017 года Андрей Лепешкин со своей семьей оказался на празднике первого снопа, который был организован Музеем обороны и тыла. Именно там глава семейства взял в руки косу и осознал всю тяжесть этого труда. «На самом деле, жутко тяжело. Недаром называется это время страдою. То есть, просто вот именно, что люди страдали. Просто реально, вот мы там, как сказать, когда делали съемки, то мы рядом там поля, леса вот нашли, вот на столе там лежат железные всякие штуки. Вот, ну то есть там косы поломаны и все прочее. Просто каленая сталь не выдерживала этого труда. То есть, люди работали с раннего утра, вот еще до восхода солнца, там практически до заката, убирали хлеб. И вот, когда это все пытаешься сделать, приходит осознание того, что буквально каждое зернышко человек пропускал через свои руки. Его либо косил, либо сжал серпом, либо обмолачивал, либо веял. В общем, все это только ручной труд». Когда после праздника семья Лепешкиных приступила к обработке фотографий, которые были сделаны во время мероприятия, они обнаружили, что на снимках практически не присутствуют приметы современного времени. А после определенной обработки вообще создается впечатление, что фотографии были сделаны на рубеже веков. Так и родился проект, посвященный уборке хлебов в конце 19-го, начале 20-го века на территории Рязанского края. Получил этот проект название «Жатва». И цель его гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Для авторов это не только возможность показать прошлое нашей земли, но и средство напомнить современному поколению. О нашей истории и важности ее знания. «Изучая вот это вот все, мы со всеми пришли к осознанию того, что вот как дерево не растет без корней, так и человек не может жить без тех людей, которые были до него. Потому что не зная того состояния, откуда ты вышел, ты очень плохо представляешь, куда тебе идти». Этим проектом увлеклись не только взрослые члены семьи. Георгу всего 9 лет, но он уже является соавтором представленной выставки. Причем приобщиться к фотографии было его личным желанием. И его также заинтересовала тема «Жатвы». «Потому что это старое, ремесло такое старое. Там очень интересно, когда вот косишь, там день, потом идешь, там в поле ночевали, там. Очень интересно, в общем, эту тему фотографировать». В будущем Георг планирует продолжить свои занятия фотографией. Ну а пока он получает свои первые дипломы и грамоты как участник целого фотопроекта. Выставка «Жатва» стала 17-м выставочным мероприятием цикла «Мастера Рязанщины. 80-летию образования Рязанской области». Работа ее продлится до 2 ноября. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На несколько дней Рязань превратится в читающий мир. В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького стартовал межрегиональный фестиваль национальной книги. На открытии праздника побывала Ирина Ковалева. Идея этого фестиваля зародилась в далеком 95-м году. Тогда в библиотеке имени Горького решили организовать мероприятие, которое могло бы познакомить рязанцев со всем многообразием региональной литературы. Реализовать эту идею удалось не сразу. В 2011 и 2013 годах прошел фестиваль региональной книги, а в статусе национального фестиваль «Читающий мир» открыл свои двери для гостей в третий раз. Он растет. Он растет географически, он растет количественно. Видите, сегодня национальное многообразие здесь. И кроме того, у нашего фестиваля в этом году есть особенность в том, что он распространился на все муниципальные образования. И программа, фестиваль муниципальных образований Рязанской области насчитывает более двухсот мероприятий. Они посвящены творчеству различных писателей. Они посвящены проблеме продвижения книги и чтения. Они имеют самые разнообразные формы. Это гостиные, просто встречи, это литературные марафоны, литературно-экологические, какие-то другие. В общем, тут очень-очень большое разнообразие. Но, тем не менее, главной составляющей фестиваля остается выставка продажи книг со всей России и не только. Так, в этом году организаторами фестиваля была особо отмечена книга «Поэтический букет», в которой собраны стихи Сергея Есенина, переведенные на таджикский язык. Эта книга переведена нашим великим поэтом, которого в 20 веке покойным ныне, которого в 20 веке называли Амар Хаям 20 века. Лоик Ширали – это величайший таджикский поэт. И он 52 года назад перевел книгу, вот этот вот «Поэтический букет» Сергея Есенина, которая сделана на основе персидских мотивов Сергея Есенина. Он везде пишет, что ему до такой степени близок был Сергей Есенин, что многие таджики считают, и я в том числе, что в переводе, вот этот «Гулдасай-Назм» поэтический букет, в переводе на таджикский, для нас звучит даже более величественно, чем слова Сергея Есенина на русском. Ну, это зависит, наверное, от национального колорита. В этом году участие в фестивале национальной книги приняло более ста издательств из 27 регионов страны. Свои книги представили здесь издательства из республики Саха, Сахалина, Орла, Рязани, Москвы. Издательство «Роща» из города Иваново принимает участие в фестивале уже в третий раз. В этом году они вновь представили полное собрание русских сказок 18-19 века. Среди них «Старая погодка на новый лад». Эта книга впервые была издана в 1794 году. И сегодня доподлинно известно, что она была в библиотеке Александра Пушкина. Уже три книги, мне сусы это очень стиховали, хотя еще не все прошла и просмотрела. Огромный ассортимент, причем на все вкусы, для всех интересов. И начинает забавно книжка, книжка для детей, мемуарная литература богатейшая. Фестиваль продлится до 7 октября в библиотеке имени Горького. И, как вы уже поняли, это прекрасная возможность пополнить свою библиотеку красивыми, безусловно полезными изданиями и приобщиться к читающему миру. Кроме того, в этом году издательство «Роща» представляет книги по культурно-исторической психологии, которые наверняка заинтересуют ученых и педагогов Рязани. На этом у меня все. Больше новостей смотрите на сайте город62.тв. Я обращаюсь с вами на следующих выпусков. Всего доброго. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зелёный сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашёл его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Всё, что нужно мне и моей семье, всё здесь, всё рядом. В коттеджном посёлке Караси. А где живёшь ты? Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55-90-50. Сервис. 56-90-50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ПО-. Субтитры создавал DimaTorzok